Здравствуйте! Это новости на Первом городском. Информационная картина среды 14 июня в репортажах наших корреспондентов в студии Ирины Крабко. И вот о чем мы расскажем сегодня. Одессит умер от отравления рыбы из супермаркета. Медики подозревают ботулизм. Насколько безопасны скоропортящиеся продукты в летний период? Вся продукция и мясная, и молочная. Еще нет такого варианта, чтобы было все в холодильных, в витрины и прилавки. Учиться, а не мучиться. В Окнинском районе обещают возобновить строительство школы, которую они могут закончить уже 10 лет. Пока дети занимаются в небезопасных условиях. Школа очень старая. Классы тоже маленькие. Очереди на Одесской станции переливания крови. 14 июня – Международный день донора. Важно сдавать кровь, потому что вне каких-то чрезвычайных ситуаций существует всегда обычная ежедневная потребность. И все подробности прямо сейчас. 53-летний мужчина умер от отравления рыбой. Медики подозревают ботулизм. Это первый смертельный случай в Одессе и уже четвертый в Украине с начала года. В больницу пациент обратился 5 июня. Врачам он объяснил, что три дня назад ел вяленую рыбу, которую приобрел в одном из городских супермаркетов. Через пять дней мужчина скончался. Экспресс-тесты наличие ботулизма не показали. Но, по словам медиков, все симптомы говорят именно об этой инфекции. Врачи начали подробное эпидемиологическое расследование. По его результатам могут открыть уголовное производство. Доктора уверяют, необходимые медикаменты в наличии есть. Главное – вовремя обратиться за помощью. Все случаи, которые в ней будут выникать, будет всем надана эта медичная допомога. У нас есть свои запасы, которые за предыдущие годы, которые мы сейчас можем использовать на случай этой небезопасной хворобы. Тем временем, общее количество одесситов, заболевших острыми кишечными инфекциями с потеплением, резко увеличилось. Очень часто все дело в испорченных продуктах. Причем их продают и в супермаркетах, и на рынках. Специалисты рассказывают, особо опасно закупаться на стихийных базарах. Там скоропортящиеся продукты хранят на открытых прилавках и без холодильников. Как не отравиться едой с рынка, выясняли наши корреспонденты. Жара, мухи и отсутствие холодильников. Летом на рынках – это обычная ситуация. Чтобы приобрести качественные продукты, нужно быть очень внимательным. Опытные покупатели ходят только к проверенным людям. Сами продавцы не на камеру признаются. Смотреть нужно на цены. Если они занижены, товар, скорее всего, не свежий. На стихийных базарах условия еще хуже, но людей это не останавливает. Очень часто цены здесь ниже, чем на официальном рынке. Да и купить все необходимое можно прямо с тротуара. По пути домой. Торговцы говорят, выходят на улицу вынужденно. Пенсии не хватает, а на рынок не пускают. Любовь Николаевна в своем товаре уверена. Пенсионерка говорит, продукты у нее экологически чистые и всегда свежие. На стихийном базаре качество продукта на совести торговца. На официальном – в ответе администрация. В лаборатории нового рынка ежедневно проводят десятки анализов. Местные сотрудники рассказывают, вся мясная и молочная продукция должна иметь ветеринарное свидетельство и храниться в холодильнике. Но на деле так выходит не всегда. Молочко обязательно 100% проверяется на кислотность, на фальсификацию сода и водой. Проверяется жирность молочка. Вся продукция и мясная, и молочная. Еще нет такого варианта, чтобы было все в холодильные витрины и прилавки. Хотя в идеале это, конечно, было бы очень уместным. Специалисты просят одесситов не бояться требовать у продавцов документы. А если возникли сомнения, заходить в лабораторию и заказывать дополнительное исследование. В противном случае отравиться некачественным товаром не так уж и сложно. Врачи отмечают возбудительность. Листа филокока, сальмонеллеза, дизентерии и даже ботулизма попадают в наш организм с едой. Поэтому следить за качеством продуктов очень важно. Особенно в летний период. Вадим Шпаченко, Яна Туренко и Алексей Переживин. Первый городской. Больше 100 миллионов переливаний в год и миллионы спасенных жизней. 14 июня – Международный день донора крови. Его отмечают с 2005 года по инициативе Всемирной ассамблеи здоровья. Традиционно на станциях переливания этот день проводят особенно активно. В Одессе только с утра сдавать кровь пришло несколько десятков человек. Между тем медики жалуются, желающих помочь более чем достаточно, когда случаются резонансные происшествия с пострадавшими, о которых рассказывают СМИ. При этом в обычные дни доноров не хватает. Кому в Одессе донорская кровь нужна больше всего, знает наша съемочная группа. Во Всемирный день донора на Одесскую областную станцию переливания утром пришли полсотни человек. Такое количество людей, сдающих кровь, удалось собрать благодаря совместной акции медиков и волонтеров. Потребность в крови в городе Одессе всегда очень высокая. Это связано с тем, что очень большое количество лечебных учреждений находится в городе. Важно сдавать кровь, потому что вне каких-то чрезвычайных ситуаций существует всегда обычная ежедневная потребность родильных домов, лечебных учреждений, реанимационных, ожоговых отделений. Поделиться своей кровью может практически любой одессит. Ограничений немного. Донору должно быть не меньше 18 и не больше 60 лет. У него не может быть инфекционных болезней и вредных привычек. Если человек сделал татуировку или пирсинг, то стать донором он сможет не раньше, чем через год. Сулотно болит? Нет. А язык покажешь? Донорская кровь может спасти людей, страдающих от различных патологий. Жертв серьезных аварий, недоношенных малышей, рожениц и больных раком. В отделении гематологии областной детской больницы она нужна особенно. Длительная химиотерапия, которая действует не только на плохие клетки и на плохую опухоль и убивает ее, но также убивает, к сожалению, и здоровые клетки, которые в костном мозге вырабатывают эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Для того, чтобы лечение было эффективным и приводило к выздоровлению, нашим деткам практически постоянно требуются трансфузии. У маленького Саши Галкина нефробластома левой почки. Это злокачественная опухоль. Ребенок пережил операцию, лучевую терапию и уже 8 блоков химии. Каждый раз Саша переносит процедуры все сложнее. Недавно гемоглобину ребенка упал до 30. Пришлось срочно переливать кровь. У нас нефробластома левой почки. У нас третья положительная кровь. Большинство мы капаем тромбоциты. Ну и кровь. Как часто бывает нужная кровь? Ну, раз в неделю. Буквально через несколько дней у ребенка закончится очередной блок химии и ему опять понадобится кровь. Сдать ее для Саши и других детей из отделения гематологии можно прямо здесь, в областной детской больнице. Светлана Меркулова, Яна Туренко, Руслан Пейков. Первый городской. 55 миллионов гривен для пенсионеров, участников боевых действий. Чернобыльцы в городские депутаты выделили дополнительные деньги на социальную защиту одесситов. За счет этих средств погасят долги за отопление, которые есть более чем у 100 тысяч пенсионеров, а также увеличат ежемесячные выплаты ветеранам. В целом, в этом году на программу предоставления социальных услуг незащищенным слоям населения потратят 300 миллионов гривен. Увеличится стипендия для участников обороны и освобождения города Одессы в два раза и составит 2000 гривен в месяц. Также увеличится ежемесячная выплата участникам боевых действий, инвалидам Второй мировой войны, а также боевых действий в Афганистане и антитеррористической операции. Также увеличится одноразовая помощь на приобретение путевки пострадавшим в следствии ЧАЭС и составит 5000 гривен. И мы идем дальше. В селе Ставрово Окнинского района возобновится строительство школы, которые уже 10 лет не могут закончить. Работы прекратились в 2014-м из-за нехватки финансирования. Сейчас в старом здании учатся больше 200 детей из десятка населенных пунктов. Но в помещениях тесно и небезопасно. Ремонтировать корпус приходится каждый год. В обл. администрации говорят, деньги на завершение строительства нового корпуса выделили. Осталось лишь разобраться с документами. Когда закончат школу в селе Ставрово, знают наши корреспонденты. Стены в трещинах, на потолке дыры. Этой школе в селе Ставрово Окнинского района уже больше 100 лет. Здесь учатся 228 детей из 11 населенных пунктов. Классы рассчитаны всего на 150 человек. Приходится тесниться. Многие родители школьников учились здесь же. Говорят, за десятилетия здание стало только хуже. Косметический ремонт приходится делать каждый год. Мой сын идет сейчас в первый класс. И у него такое представление, что тут будет очень красиво. Пока он ходит сюда, ему тут нравится. Но он спрашивает, когда у нас будет уже все новое. Новый корпус школы находится рядом. Но его не могут достроить уже 10 лет. В 2008 году вырыли котлован под фундамент и возвели стены. На это потратили 20 миллионов гривен. Потом финансирование прекратилось. Вся проблема в одном финансировании. Его нет. И с 2014 года мы денег здесь, на этом объекте, не видели. Все остальное, скажем, решаемые вопросы. В июне на проблему вновь обратили внимание. Областные чиновники выделили из бюджета около 3 миллионов гривен. И занялись подготовкой новых документов. Говорят, из-за бюрократических проволочек строительство начнут не раньше середины лета. С учетом всей этой бумажной волокиты, которая должна провести, я думаю, ну месяц-полтора и мы начнем. Я найду деньги для того, чтобы достроить эту школу. У нас есть областной бюджет, у нас есть деньги из государственного бюджета, у нас есть масса программ, у нас есть там масса каких-то других источников. Достроить школу обещают в течение года. Скорее всего, 1 сентября 2018-го дети будут учиться уже в новом здании. Игорь Филиппов, Дмитрий Боровецкий, Первый городской. А в Одессе откроют три новых центра админуслуг. В Горсовете рассчитывают, что это решит проблему с огромными очередями за биопаспортами, которые появились после получения Украины без виза. 4,5 миллиона гривен выделили в рамках городской программы «Электронный открытый город». Напомню, безвизовый режим со странами Евросоюза официально начал действовать 11 июня. К сожалению, на сегодняшний день запись ведется на сентябрь месяц. Повторюсь, на сентябрь. А что делать одесситам, которым документы необходимы в срочном порядке? Это, соответственно, порождает то, что одесситы приходят в центры административных услуг, создают живые очереди. На случай, если вдруг записавшийся человек не явится на прием, ведут какие-то свои списки, устраивают ночные дежурства, не отреагировать на это невозможно. Греческий парк откроют ко дню города в 2018 году. Об этом сообщил мэр Одесса Геннадий Труханов. Пока старт масштабных работ по благоустройству отложили. Парк находится в оползневой зоне, поэтому сейчас основная задача – укрепление склона. После этого на территории зеленой зоны уложат прогулочные дорожки, обустроят лектории, установят фонтаны с античными скульптурами. В парке появится новый газон, детские спортивные площадки, а также пандусы и лифт для инвалидов. По словам мэра, торговых ларьков там не будет, а все работы профинансируют греческие меценаты. Ведутся активные работы, а работы в нем гораздо сложнее, чем в Стамбульском. Дело в том, что верхняя и третья терраса, они, как показали исследования, достаточно активные. То есть они двигаются и сползают. Нам необходимо, особенно это видно в районе Воронцовской арки, Воронцовского дворца. Сегодня за внебюджетные средства потрачено более полумиллиона долларов. Компания, которая сегодня помогает, проводится, забивается свай, вдавливается свай, укрепляется склон. Литва поможет Украине привлекать туристов и развивать инфраструктуру на юге Одесской области. Об этом во время визита в наш город заявил министр иностранных дел республики Линос Линкявичус. На этой неделе между Одессой и Вильнюсом запустят прямое авиасообщение. А после рабочей поездки по области иностранные делегаты определят приоритетные туристические направления. По словам Линкявичуса, благодаря безвизу скоро в Украине появится много литовских гостей и инвесторов. Мы очень гордимся тем, что несмотря на все трудности, все-таки у Украины есть безвизовый режим. Уже как бы скоро полное действие будет договор об ассоциации с Европейским Союзом. Так что Украина никуда не возвращается. Украина всегда была Европа. Глиняные украшения, пиво и цепелины. В горсаду открылась литовская ярмарка «Кюзакс». Ее презентовали министры иностранных дел Швеции, Украины и Литвы. В течение пяти дней каждый может купить аутентичные сувениры, одежду и украшения. Узнать больше об обучении и туризме, а также попробовать национальную кухню. Продлится ярмарка до конца недели, а на выходных там планируют провести концерт с участием литовских артистов. Посетителей стараемся угостить чем-то национальным. Национальные сладости наши, национальное мясо привезли с собой, сушеное, разное. То, что смогли. Вот просто понемножку. А потом сделали цепелины, наше национальное блюдо. Это очень тяжело сделать в таких походовых условиях. А так все. Рульки, колбасы наши литовские, копченые. Так что постарались. И пиво литовское национальное. Первый в этом году круизный лайнер зашел в Одессу. Судно «Айсленд Скай» пришвартовалось в нашем городе рано утром. До этого оно уже побывало в черноморских портах Турции, Грузии и России. На борту 104 пассажира и 73 члена экипажа. В Одессе они проведут два дня в программе экскурсии и посещение оперного театра. После нашего города судно отправится в румынскую Констанцию. Отмечу, в этом году в Одессу планируют зайти всего семь лайнеров. Безопасность и защита прав животных. Сотрудники Одесского зоопарка и полицейские организовали праздник для детей. Школьникам рассказали, как вести себя во время летних каникул и научили ухаживать за домашними питомцами. За правильные ответы на викторинах ребятам разрешили даже погладить диких зверей. Все, чтобы воспитывать в подрастающем поколении любовь к природе. Каких животных видели дети и каких перестали бояться, расскажет Владимир Амельченко. Какая самая активная у нас температура солнца? Вы знаете, с 10 утра до 5 часов вечера. Пока дети не увлеклись животными, полицейские пользуются моментом. Рассказывают о правилах безопасности во время летних каникул. Советуют, как общаться с незнакомцами и учат ухаживать за домашними любимцами. Копы говорят, такое разнообразие не случайно. Животные учат детей ответственности. Дети, которые растут в семьях, где есть животные, они с детства приучаются к чувству ответственности, к чувству долга перед нашими маленькими друзьями. И точно так они проявляют эту ласку и заботу как по отношению к ним, так и по отношению к членам своих семей. После инструктажа по безопасности конкурсы и викторины с призами. За правильные ответы на загадки аниматоров детям дают погладить лисенка, козленка, черепаху и даже змею. Сотрудники зоопарка говорят, такие вещи помогают воспитать в молодом поколении любовь к животным и природе. Мы думаем, что такое важное экологическое воспитание детей очень важно проводить именно с самого маленького возраста. То есть дети должны с раннего возраста усваивать информацию о том, что животные нуждаются в нашей защите, заботе, опеке. Поэтому, конечно, такая информация лучше всего усваивается в развлекательной игровой форме. Кроме учеников городских школ, в зоопарк пришли дети из неблагополучных семей и детских домов. Некоторых животных они видят впервые в жизни. Говорят, теперь даже змей бояться не будут. Черепашки мне понравились, совушки какие там. Они очень красивые. Я еще таких дома не видела никогда, в приюте. Не видела никогда. Но тут уже красиво. Животные красивые. Черепашки, змеи красивые. Под конец дня в зоопарке представили выставку детских рисунков. Школьники показали, какой они видят природу и где в ней место человека. Всего в зоопарк пришли больше сотни ребят. Владимир Амельченко, Александр Пережилин, Первый городской. Вот такая поучительная миссия у братьев наших меньших, а мы на этом заканчиваем. Пусть хороших новостей будет больше, а вы берегите себя и близких, и оставайтесь с нами. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин